Да, значит, я предлагаю обсудить такое замечательное понятие, как понятие «вещи». В самом деле... Много раз обсуждаем. Много раз? Но еще раз. Еще раз. Значит, еще раз обсуждаем понятие «вещи». Значит, классическое представление о «вещи» состоит в следующем. Что есть некая вещь, которая обладает свойствами. Сахар, он же белый, сахар, он же квадратный, ну, сахар финансовый, кубический. Либо еще какой-то там другой. Эта точка зрения, она кажется привычной, но с другой стороны, нет ничего сложнее, чем пытаться определить или расшифровать, или понять привычное положение дела. Совсем другая концепция «вещи» предлагается на наших семинарах, которые у нас проходят сейчас на философском факультете. Значит, в самом деле, посмотрим на другое понятие «вещи». Оказывается, что у нас есть некое отношение двух качеств. Например, белое и кубическое, или белое и сладкое. Тогда это нам сдает сахар. Что это означает, когда мы говорим о «вещи»? В том, что они относятся к одному месту. Если в одном и том же месте у нас есть белое и сладкое, то это сахар. Мы видим здесь прямо противоположную вещь, в определении «вещи». В чем состоит ее противоположность? Если там был один некий предмет, обладающий большим количеством свойств, то здесь прямо наоборот. У нас есть отношение двух свойств. Для того, чтобы была вещь, должно быть состояться отношение двух свойств. Посмотрим на вторую точку зрения, а ли не внимательнее. В самом деле, если у нас есть отношение двух свойств, то они должны быть отнесены к одному и тому же месту. Быть может, я думаю, и это надо обсудить, что понятие самого места или понятие протяженности рождается именно в этот самый момент. Именно тогда, когда у нас соотношение двух качеств, и мы начинаем говорить о месте. Мы видим, что в этом странном отношении наши стороны, то есть качества, выступают в качестве снятых. Одно снимает другое. Потом первое может снимать второе. Второе может снимать первое. Именно в этом и состоит понятие вещи или места в том, что качество снимает одно другое. Скажите, а почему их два? Не очень понятно. Может три. Ну, сколько угодно. Сколько угодно, но не менее двух. Да, да. Я тоже понимаю, почему не два. Сколько не менее двух. Сахар может быть не белый. Да, да. Сахар может быть и коричневый, и тростниковый, или какой-либо еще. Но, тем не менее, мы это понятие вещи, значит, понятие места в данный момент удерживаем. Понятие места возникает в тот момент, когда у нас одно качество относится как бы к одному и тому же месту, и одно качество снимает другое. Может ли место оказаться не только как некое в себе бытие, но и как некое для себя бытие? Согласитесь, что в периодующей ситуации, когда одно качество снимает другого, место есть, безусловно. Но оно оказывается не как определенное и разбернутое бытие, а оно оказывается как нечто, которое скрывается за снятием одного качества другим. Да? Теперь, значит, мы видим эту ситуацию как ситуацию в себе, что место, это у нас как бы, я ее называю, в себе бытием вещи. И это любая ситуация как в себе может оказаться и в ситуации для себя. В самом деле, посмотрим на эту ситуацию как ситуацию для себя. Тогда место у нас оказывается то, что для нас явлено вплотную. Для нас оно освещено. А качество у нас оказывается как нечто почти неподчиненное. Это, как я выражаюсь, как нечто скрывающееся в тени вещи. В сахаре самое важное, что он сахар. А потом уже, что он белый и что он коричневый. Но что у нас здесь в этом ситуации для нас особо интересно? Особо для нас интересно оказывается, что мы имеем неклассическое понимание вещи. Вещь оказывается не отношение качества с некоторой вещью, с сахаром. Но вещь у нас оказывается как нечто, проявляющееся в тождестве и отнесенности двух различных качеств к одному и тому же месту. Вот подобного рода вещь. Как раз с логической точки зрения мне представляется второе утверждение. То есть попытка развернуть вот так вещь, как место, проявляемое в семье некачеств. И потом полагаемое не только в себе, но и полагаемое для себя сознанием. Мне представляется более интересным. То есть кажется более обоснованным. Но с другой стороны у всех у нас есть интуиция. Я не знаю, что с вещью им дело обстоит именно так. У нас есть сахар, он белый. У нас есть сахар, он кубический. У нас есть сахар, он сладкий. У нас есть сахар, то есть в любом случае у нас свойства вещи выступают как классические трактовки, как нечто совершенно самостоятельное. Не как некое сущее, которое снимают друг друга. И благодаря этому снятию места или пространственности вещи, ее протяженность, может выйти из тени и обрести некоторую свободу для себя бытия. Но и как нечто совершенно обратное. Ну вот здесь можно пояснение. Ты назвал вот эти качества сущими. Но вот в этом как раз и те проблемы, что качества они санкциональны. А сахар субстанциональным, он является субстанцией, он является существующим, а качество не является существующим. Да, вот я и думаю, что если когда мы в обосновании этого как раз классического подхода, оно в этом может состоять. Что ты имеешь одно и то же, белое, допустим. Но ты его берешь в двух смыслах. В первом смысле ты его берешь в смысле его определенности. Сладкое, белое. И второе, ты берешь его в качестве его субстанциональности. Ведь оно тебя представляет. И в этом смысле получается, что классический подход именно так и пытаюсь его обосновать. То есть одно и то же, белое, допустим. Оно оказывается с одной стороны белым, то есть имеющее определенность, с другой стороны нечто с субстанциональностью или бытией. И мы говорим, сахар белый. Так эта ситуация выглядит. Не, ну просто свойство, как предикаты присоединяется к некому какому-то субъекту, который, ну, в данном случае, это субстанция. Ну, сказать, что это логика. У нас есть некая субстанция и предикаты, как бы... Это логика. Так, в таком случае, эта субстанция разворачивается через категории. Это логика. Я фенологика. Это столкновение предикатов без ини-предикатов. Отношения, да. Давало феномен места. Непоятно, почему снятие. Почему они не одновременно могут и не восприниматься. То есть просто не говорит, что вот есть некое множество качеств, и оно определяет речь. Почему снятие? Снятие, потому что одно сладкое, второе белое. Только в этом смысле. Не в таком смысле, что одно вытесняет другое и прогоняет его. Оно его не прогоняет. Оно противопостоит другому, как некая другая определенность. Это правильное замечание? Нет, но здесь вопрос ставится так, что есть, скажем, вульгарно говоря, есть определяющее качество сладости, да? То есть он может и белый, и квадратный, и песок, и все вот. Есть некое определяющее качество, которое необходимо фиксировать нам именно данную вещь. Ну вот это разговор, мне кажется, уже совсем в сторону предикатов. Нет, не предикатов, не предикатов. То есть это именно химинология. То есть я вещь фиксирую по некому минимальному, обязательному набору качеств. То есть если я вижу четыре колеса, да? То это не обязательно машина. Не обязательно машина, да. Но это то, что перевозит. Да, но если нет колес, это же назначено не машина. Ну, иными словами, между этими качествами есть отношения, и эти отношения не так просты, как ты изначально взлагаешь. Они не просты. Если может быть выделено... То есть если само выделяется какое-то качество как главное, это значит, что их отношения не симметричны, не просты. Да, смотри, ведь ситуация. Ведь первый подход классический, он состоит в том, что у тебя есть некое качество, берущееся с двух сторон. Со стороны определенности и со стороны субстанциональности. Тогда мы говорим о нем как о качестве. И потом вот на эту палку мы навешиваем шарики. И сахар самый главный сладкий. Иногда он бывает белый, иногда коричневый. Иногда он бывает прямоугольный, иногда бывает сахарописок. Нет, сахар самое главное, что он сахарный. Что он сладкий, да. Сахарный. Да, сахарный. Что он сахарный. Вот это такая. Ну, для этого, чтобы так далеко пойти и сказать, что это елка, на которую мы вешаем различные красивые игрушки, нам надо вначале постараться понять вот эту ситуацию, когда одна и та же сахарность, она имеет с одной стороны свойство качества, определенность качества, и с другой стороны свойство субъекта или его субстанциональность, то есть некую вечность. Вообще говоря, здесь сразу же встает вопрос, является ли эта субстанциональность или вечность уже само по себе некой плотностью, ее пространственностью, протяженностью. Ведь протяженность, мы понимаем, что это не свойство. Что протяженность – это некое свойство субстанции как таковой. Что это не свойство собственного предмета. Это вот такая вот эта ситуация. Вот. И вот если мы эту ситуацию поймем, что она именно такова, то есть сахарность и сахар, то тогда мы можем говорить, а он иногда бывает белым, иногда он бывает тростниковым, иногда он бывает таким-то, таким-то. Другой совершенно вопрос. Когда мы к одному месту пытаемся отнести два различных свойства. У нас есть место, и к нему относятся два свойства. Белый зна, допустим, и сахарность. Хорошо. Место относится к два свойства, но это разные вещи. Нет, а каким образом место может отделиться от предмета, и на место этого предмета прийти другой? Вот каким образом на месте сахара, на месте сахара залить, может оказаться соль? Это ведь уже пространство настоящее. Может, а пространство, а потому что как таковым пространство, ты физическое пространство под него подставляешь. То есть вещь – это всегда фиксированное пространство? Значит… Откуда движение, да? Да. Место не может быть без сахара? Это другой вопрос. Имманентно ли такого понятия пространства какая-то метрика? Если она имманентно ему задается, то ты можешь говорить о присущейся движении. Но как минимум у тебя статично. Человек рассуждает о феноменологии, а сам на самом деле рассуждает фактически о логике. Она максимальная. В феноменологии он говорит, что одна вещь заменила другую. Феноменологии. Нет никакой логики. Не надо объяснять, как это случилось. Вот она случается. И что, как это объяснять? Ну никак. Мы еще не знаем, что такое вещь. А потом будем думать, как она заменяет одно другое. У феноменологии вообще место одно. Как вот любят Игорь. Да, место одно, да. Место одно. Это похоже на диагена с пакелом, который ищет человека в этом городе. Понимаешь? А я еще сахар. Имел в виду, что все те рожи, которые вокруг него, это не люди. Понимаешь? А вот он искал человека. Так же и ты. Понимаешь? Ты хочешь найти лошадность, а лошадь тебе показывает? Нет, мне нужно не надо. В классике. В классике у тебя действительно, здесь вообще понятие ни при чем. У тебя вещь появляется, как отношение. Оношение самой вещи и с ее свойствами или качеством. В классике сначала есть вещи. Как феноменология, как ты сказал. Вот эти вещи перед тобой развернулось. В свое многообразие. А потом ты уже думаешь, как это случилось. А не так, что сначала есть какие-то качества, а потом ты за качество потянул, а там заяц. Понимаешь? С глазами, с ушами и прочее. В каком-то смысле ты рассказываешь, ты излагаешь некую механику возникновения нашего восприятия и вещи. Да. Ну не феноменология опять же. Поэтому когда тебе какие-то логические... Это словно как условие возможности существования вещей. Можно так сказать? Что должно быть две... Я просто поставлюсь понять, что такое вещь. А какие-нибудь вариантов трансцендентализма ты нам тут... Не, на самом деле, почему важно контраст качества? То это да. Давайте подумаем, почему обязательно нужен контраст качества? Потому что контраст задает нам определенность. То есть вот эти границы, как бы, да, многообразие, она задает определенность. Очень важно... Потому что, подожди, одно качество, это вот как у древних философов античности, может быть просто воспринято как бытия. То есть вода есть бытия. Очень важно качество не понять, как определенность предмета. Да. Да. Но видишь, Булат, тут контраст не поможет полностью для формирования вещей. Почему? Потому что контраст может быть только между однопорядковыми определенностями, между красным и зеленым. А между красным и соленым контраста быть не может. Почему? Может быть контраст. Если мы различаем оба другого. Есть различия. Это и есть контраст. Красное от сладкого не различаем. Почему? Не различаем. Мы только что различили его в словах, а тем не менее мы это не делаем. Нет, нет, нет. Дело же не в том, чтобы различить. А дело в том, что контраст это что такое? Это граница, граница перехода к чему-то. Слово контраст неудачное, согласен. Контекст, надо сказать. Я имею в виду... Ну соленое не в контексте синего соленого. Я имею в виду, что требуется контекст для того, чтобы определенность была определенной. Контекст вкусовой. Вот в этом контексте мы можем делать различные. Мы напоминаем, что мы работаем с качествами. Хорошо. Давайте с качествами работаем. Давайте вернемся к качествам, да? Да, то есть все зеленые, прошу прощения, не делятся на черное и белое. Или на переход между красным и синем. И только два красных перехода. А бывают красные, зеленые, коричневые, какие? Фиолетовые. Вот, качествовые работают. Вот смотрите, вот интересное, простое предложение в русском языке, да? Которое говорит нам о том, что столкнулись и пришли во взаимоотношения. Вот, два, две определенности. Предложение такое. Холодно и сыро. И мы видим, что две определенности здесь встретились. Даже, наверное, какое-то место есть, да? Но никакой вещи нет. Холодно и сыро. На улице, на улице. Нет, точка. Свежало. Хлебки, шмарки, шмарки. Нет, холодно, холодно, сыро. Просто вот, допустим, ощущение вкуса, солености во рту, да? Или там, ощущение дрожжи, холода, да? Оно, в принципе, не объектно. И, в принципе, не вечно. У нас очень много восприятий, феноменологически, таких, которые не имеют интенции. Объекта не имеют. Не имеют объекта. То есть, это аргумент против классической теории. Это аргумент против и того, и другого. Это просто аргумент против и того, и другого. Нет, то мы же ищем понятие вещи. Нам же не интересно, не случай, не тогда, когда вещи нет, а тогда вещи есть. Нет, все-таки холодно и сыро относится все-таки к человеку. Холодно и сыро относятся к месту. К месту, в котором может быть человек, и относительно его. Потому что, если мы скажем, минус 100 градусов, или, скажем, блюдо и влажность какая-то. То есть, холодно и сыро от того нормального состояния, где может человеку быть не холодно и не сыро. Да, но есть ли здесь вещи? Здесь есть определенность. Здесь есть качество. Они словно бы потерялись. Все условно выполнены. Есть место, есть два качества. А вещи нет. То есть, нету в этой так называемой погоды. Погода нет? Полная формировка такая. Если в этом месте окажется человек, то ему будет холодно и сыро. Нет, нет, нет. А может, это настроение? А может, это просто потому, что место такое холодное и сырое? Вот это непонятно. Но вот просто ситуация такая неопределённая. И вещи нет. И главное, что погода, да, погода, она ведь не очень субстанциональна, мы понимаем. То есть, вот, всё-таки, как бы, мы можем, можем достроиться. Погода-то очень, очень даже. Погода-то вещь, по-твоему? Ну да. А теперь настроение. Было, допустим, как бы паршиво, как бы, и мрачно. Паршиво и весело. Да, паршиво и весело. Паршиво и весело. И что, есть такая вещь, как настроение? Да, но так это паршиво и весело может нести к одному месту? Конечно. Мне сейчас паршиво и весело. Ну так это не к месту, это к человеку. Это значит, к человеку всё-таки относишься. Дело не в этом. Ты ещё раз говоришь, в данном случае человек. Исходная интенсия состоит в том, что он говорит, за два качества можно вытянуть вещи. А теперь утверждается, что мы подводим разные два качества, а вещи как бы на конце там тянем, отрезается. Почему они не встретились в каком-то месте? Понимаешь? У тебя место возникает, у тебя же нет пространства самого по себе, предзаданного. Вот что важно понимать. У тебя его нет. Место возникает как место встречи. Да, да, да. Двухачес. Так вот тебе говорят, вот есть два качества, почему же они не встречу встретились? Они не встретились, они же не обязательно встречаются. Но они встретились. У тебя же вот, скажем, вот этот микрофон и банка с кормом, они же не встречаются в одном месте? Это и две вещи. Это две вещи, конечно. Это пространственные объёмы. Нет пространственной определённости пространственного объёма, нет вещи. Разумеется, да. Это не точка, не указание в конкретной месте. Конечно, конечно, я и говорю. То есть если нет выделенного пространственного объёма, вот если мы выделим в комнату и выделим ей пространственный объём, и скажем, там сыро и холодно, то это будет вещь, вот этот объём, это будет вещь. Ну тогда вы это просто говорите просто по подходу Игоря, вот в чём дело. Нет, мы уже обсуждали, что Игорь выгладает. Но не очень. Если позволите, я бы мог поставить пару слов. А именно, ещё весной, когда я впервые прозрос на несколько ваших семинаров, я же там написал чего-то в блоге. Не помните, наверное? Ну, зря рекомендую прочитать. И одна заметка так и начиналась, так и называлась, место как символ, но о походу дела, я сейчас не буду касаться символа, выясняется, что символ-то это вещь. То есть я символ понимаю как вещь. То есть получается место как вещь. Угу. Или вещь как место, то без разницы. То есть, позволите, я тут зачитаю, мне сказали, просто как-то. Да, давайте. Если не хотите, то да. Вот так вот первый вопрос. Сразу возникает вопрос. А как же мы отличаем символы, ну, вещи друг от друга? Конечно, мы их отличаем, но пока не понимаем как. И потому не можем быть уверенными в своем развлечении. Обычно вещи различаются благодаря различию в свойствах. Ну, как классическое. А? Классическое. Да, но в данном случае это неприменимо. Ведь нам надо отличить вещи сами по себе, не произведя означения. Для того, чтобы взять разные вещи. Вот как мы можем сравнить две разные вещи? Нам их нужно взять. Но чтобы взять, нам нужно их различить. Вот такое противоречие, да? Вот. Значит, нужно хотя бы для того, чтобы взять разные символы для сравнения. Ведь только от этого у них возникают значения. А значения – это есть свойства. А до того, они для нас ничем не отличимы, кроме различия в своей чувственной форме. Ну, как бы полагается, что мы берем две вещи в различную чувственную форму. Но на самом деле они неразличимы. Поэтому это как бы сейчас одна чувственная форма. Поскольку, как только мы приведем формальные различия между чувственными формами, в которых берется две вещи, то сразу же начнем их как-то описывать. То есть, выделять в них свойства, да? Это означает, мы сразу же произведем означение. Произначение сразу имеется всегда между двумя вещами. Видите, вы что? Тогда вопрос вопросов у вас к тому, как брать вещи таким образом, чтобы быть уверенными в своем понимании, что это разные вещи. В двух разных местах. В двух разных местах. Однозначно. Вещи можно... Да, тихо. Что-то разные вещи. Значит, видимо, брать вещи таким образом, чтобы быть уверенными в своем понимании, что разные вещи может только по их месту в пространстве и времени. Само понятие пространства и времени оставим пока интуицией. Прежде всего, разберемся, как понимать место. Очевидно, что место нельзя понимать как нечто различимое, но пустое. Лишь пространственно-временное. Как лишь некий пространственно-временной контейнер, служащий для заполнения каким-то оформленным содержанием. Или даже бесформенным, если форму вещи свести к пространственно-временному. Ведь тогда бы получилось, что мы различаем не разные вещи, а разные места, потом уже соотнеся их с вещами. Однако интуитивно ясно, что различать места в отсутствии вещей вообще-то проблематично. Ратошный анализ также приводит к выводу о невозможности подобного различения. Мы не можем различать пространство просто. Поэтому признаем, что между местом вещи и самой вещью имеется причинная связь, значащая как для вещи, так и для ее места. Место помогает различать вещи, но место это всегда место, занятое какой-то вещью. Мы не можем говорить про пустое место. Но даже если мы там в космосе выделяем точки негде, да, и говорим вот это пространство, это уже вещи. Поэтому более правильно было бы говорить, что вещи существуют не в пространстве времени, но пространством времени. И что последнее является фундаментальной формой существования вещей или их фундаментальным формообразующим началом. Поскольку от пространственной временной формальности вещей избавиться никак невозможно. Именно благодаря пространству времени у вещей появляется определенная форма. Эта же форма их места, она же исходная форма восприятия вещей. Как видно, мы возвращаемся к чувственной форме восприятия вещей, но уже как такой форме, благодаря которой воспринимаемые вещи не только предстают перед нами вещами отдельными, но это происходит в понятной нам форме. Ну, уже осознанно. Это форма целого, определенного пространством времени. Резюмируем. Различая вещь как некая целая, мы различаем ее в чувственной форме, и поскольку это есть и форма ее места, то мы различаем место, не различимое как таковое в отсутствии вещей. Следовательно, место имманентно присущей вещи. Различаем какое-то место, неизбежно различаем там вещь. И наоборот. Повторим, всякая вещь, каждый символ имеет свое законное место. И любое место является нам вещью, или предстает перед нами символом. Поэтому можно сказать, что место есть вещь. А всегда ли место есть символ? Да, место – это еще и символ. Ибо у места обязательно есть его выделенное значение, обусловленное его неустранимой связью, символизмом пространства и времени. Место – это символ, место – это вещь. То есть... Место же не символ, это же понятно. Ну, получается, по логике, что место – это символ. Мы можем говорить вместо слова «вещь» – место. По сути, место без вещей не бывает. Хорошо. И обратно. Ну... Вещь – всегда место. Да. Но почему она стала символом-то? А? Сила вам-то она почему стала? Место-то почему стало символом? Ну, символ – это немножко другое. Для простоты – просто вещь. Забудем пространство. Место – это не символ. Как Игорь об этом вы говорите? Место – это не символ. Что место – это и есть вещь. У него фактически такая символ. Но потом... Он говорит, каким образом это место вытаскивает? Как вытаскивает, что обязательно нужно будет два свойства у этого места, чтобы она стала вещью? Ну, чтобы она стала местом. Чтобы место стало местом, обязательно два свойства, на самом деле, несенные к одному другому. Вот критерий места. Это логика, а вывод-то недостаточно. Может быть, недостаточно. Это было бы хорошо. Нет, это поняли. Это классический фриз, это. Что у меня вывод-то то же самое был сделан, а логика-то предположено, потому что игры сходят из понятия вещи как совокупности отношений, а я и скажу наоборот, из необходимости развлечения двух вещей, взятых как целое. То есть, исходное понятие вещи как целого, и рассуждая о том, как возможно различить две вещи, вот я и перехожу к этому выводу, потому что, чтобы различить вещи как целое, нам необходимо их означать. Возьмите их свойства. Гологически будем важны. Смотрите, в чем дело. Мне кажется, что ваш подход, может быть, я просто его не понял, он как раз две темные установки, которые одна опровергают другую, он их не различает, потому что у вас вещь есть место, но ведь вещь есть место и при отношении места с одним свойством. И вещь есть место при отношении появления места, как снятие или отношение двух свойств. Это же одно и то же. В любом случае, вещь есть место, только по-разному. Есть существа, почему-то, я уже произносил, место нужно понимать не как точку. В точке вещи нет. Да, конечно. И поэтому, если есть хоть какой-то объем, почему не достаточно одного качества? Потому что сама вот эта объемность, это уже качество. Ну, оно не определяет вещь. То есть, круглость. Вот так, дополнительный аргумент, да. Да, круглость. Вот мы выделили круглый объем, да? Ну, это же не вещь. Да. А вот я вот просто говорю, что если вы чего-то выделили круглое, да, то это можно назвать вещью. Да, но при этом необходимо из исполнительной качества. Ну, да, физический вакуум, хорошо, но это вещь, вы видели, вы не видели. Да, но проблема состоит, если мы берем действительно одно свойство и различаем в нем момент определенности или качественности и момент субстанциональности, то тогда Александр действительно прав. В этом смысле у нас оказывается, что он обладает некоторой аморфностью пространственной. То есть, можно ли говорить о ней точкой, я не знаю, но, может, он обладает. А именно, когда у нас одно качество снимает другое качество, у нас и возникает определенность пространства, как объема. Вот в чем дело. Это, кстати, хороший аргумент. А как перенести одну вещь в другое место? Взять и перенести. Это означает, что место и вещи-то разные? Нет. Здесь это... Должно быть место. Не конкретное, а место обязательно должно. Ну, хорошо, хорошо. Что значит движение? Что значит движение? У нас пока времени нет, так и все. Времени нет. То есть, завтра, время, пока мы в него не вводим. Нет, у тебя вообще его к себе. Есть такая проблема в аристотельской философии. Она называется место. Есть ли место у места? Да. И как бы одно место вложено в другое место, то в третье место и так далее. И получается, что как бы у места нет места. Да. Ну, у места-то точно нет. У места нет проблем. Так у вас же место-то и есть вещи. У вас получается, что вещи нет места? Вещь не есть места. Неправильно. То есть, смотрите. Вещь не есть. Вещь не есть. Тут важно не запутать как некоторую последовательность, которую Игорь, кажется, не подчеркнул. Начало какая? Сначала возникает концепт места. Этот концепт места возникает при работе с качествами. И только он, именно концепт места, позволяет нам понять, каким образом разнопорядковые качества могут снимать друг друга, как говорит Игорь. То есть, просто как бы сменяться. Ну, это объясняет... У меня это звучит как появляться, выходить из стиля. Да. Не как смысл, что одно ушло в другое. Да, да. Просто белое и сладкое вещь не образуется. То иногда белое, что они с мать, они должны быть где-то. Где это то место? Ну, как бы, история движения мысли состоит в том, что сначала мы понимаем, что место является условием смены качеств, и только так мы можем допустить смену разнородных качеств. Потому что однородные качества, как бы, сменяются, это не проблема. Красное меняется на зеленое, там этот есть контраст. Это, как бы, совсем другая история. А вот как белое сменяется сладким, это возникает только за счет того, что у нас возникает концепт места, в котором это, собственно говоря, и происходит. А вот следующий шаг, следующий шаг, уже это действительно следующий шаг. Когда мы понимаем, что происходит вот это вот снятие одного качества другим, мы можем осознать этот процесс снятия и реализовать свое осознание тем способом, что установить отношение между этими качествами, что белое соотносится со сладким. И вот уже не просто два качества, а вот именно отношение этих двух качеств, отношение этих двух качеств, относится к месту, и вот эта вот вся сложная штука и называется вещь. Да-да-да, именно. Вот когда мы берем эту вещь, то есть как некую пространственность, полагаем ее для себя, у нас возникает не отношение качества к вещи, а отношение двух качеств. Как минимум. Да, к пространственности. Да-да, то есть в принципе, конечно, может быть много, да? Да-да-да. Но вот просто так оно соотносясь, сообразует... Единственное, что вот я сильно меня коробит здесь говорить о том, что место – это пространственность. Мне кажется, что это сильно сбивает, потому что место – это конкретный локус пространства. Вот о чем часто говорит сейчас Александр Балдачев. Пространство и времени локус. Ну, времени сейчас у нас отсутствует в разговоре, я не знаю, как его конкретно... Классическая философия, вообще-то, есть хорошее понятие «присутствие». Нет, что-то понравилось. Нет-нет-нет-нет-нет. Это именно локус. То есть у меня нету, есть какой-то абстрактный локус, да, и он образует место. Так что? Или все-таки присутствие – это? Точка не может иметь двух. Человек развещен. Совершенно верно. Это именно какой-то вот кусок. Кусок. А сознание – это нужно, которое воспринимает? Да. Так вот вопрос, что называется. Так это все сознанием делает. Что здесь пространство? Или пространство – это то, что вместе с языком, и с нашей культурой, мы от физики принесли сюда? Либо пространство, оно есть в этом смысле как совокупность локусов. Как вот именно этот локус. И тогда оно получается, оно и обладает вот этой вечной структурой, которая в физике, как некая, в пространстве уже физики некая прозрачная среда, в которой все находится. А здесь вот оно обладает вечностью. Если мы различили некоторую вещь, факт развлечения, мы различили их, констатировать, вот вещь. То есть, во-первых, вещь никогда не бывает одна. То есть, мы не можем различить одну вещь иметь перед собой. Вещей всегда много. И пространство в данном случае… То есть, мест тоже много? Что? Мест тоже много. Ну, конечно, у них-то место одно. Ну, пока не важно. Пока это не важно. Нет, не важно. Мне скажем так, когда… Я продолжаю уже. То есть, ответ на вопрос, а что такое пространство? Вот когда мы различили две вещи и различили два места, то вот то, где мы различили уже места, это и есть пространство. Оно дано субъекту как форма развлечения вещей. Вот тут чё-то я знаю. Да, вот я тоже бы сказал чё-то я знаю. А можно вот вопрос? Ну, понимаете, я только одну дебанку, мне надо уходить. Я одну дебанку сделаю. Просто, понимаете, тут как бы штука в чём. Игорь сейчас воспроизвёл построение Олега Михайловича, а у него же всё как не у людей. У него более простые формы пространственного определения как бы уже были получены сильно раньше. То есть, вообще говоря, тема о пространстве, она началась задолго до темы места. А тогда как у Аристотеля, например, у отца просто нашей философии, там нужно наоборот движение. Там у него всё рассуждение о пространстве, а следовательно о движении начинается с места. И вот именно отталкиваясь от места, он потом строит свою концепцию пространства. А здесь наоборот. Концепция пространства уже начала формироваться, теперь вдруг возникает вот это вот довольно новое понимание места. На его основании возникает вещь, какие-то имеют как бы следствия для более близкого к здравому смыслу пониманию пространства. Вот тут я не знаю. Это как бы ещё надо подумать. Или к научному концу. Трудный вопрос. Но во всяком случае, вот надо здесь понимать, что здесь как бы сильно непростая ситуация. Мне кажется, это вообще место получается совсем не пространство. Потому что, вот пример, встречается качество, ну качество, понятно, вымышленные сейчас будут, но тем не менее, качество лошадности, да, и качество рогатости встречаются и образуют единорога. Вот, такую вещь, которую мы потом начинаем называть единорогом. Вот, у них появилось место, да, где они смогли встретиться, но. Это же не субстанциональная вещь, да, и так далее, и тому подобное. Но они не встречаются. Ну как, они, нет, они всё-таки встречаются. Такого не бывает. Нет, 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 нет. Можно сказать, они встречаются в пространстве, но не в том пространстве, в котором... Они нигде, нигде не встречаются. Ну почему, единорога? Включаются на источке бумаги на источку. Это у кого как? Я единорога в любви. Понимаешь, в чём дело? Нет, они не встречаются в том плане, что они не работают. То есть, их встреча не приводит к возникновению вещей. Но встреча их происходит. Их встреча не бывает. Ну, можно придумать что-то более просто. Мир же у нас всё-таки есть как бы. А есть абстрактная математика, в которой есть много разных концептов, там разные пространства, там, я не знаю. Встречаться, не встречаться, образовывать. Нет, которые, да, которые математические вещи обозовывают. В математическом пространстве. Сталкиваясь, да, вот есть, допустим, непрерывный концепт, там, не знаю, свойство непрерывности, а есть свойство, не знаю, дифференцированности. Да, вот они встретились и образовали такую вот вещь. На самом деле, это не вещь. И мы понимаем, что то, как ты описываешь возникновение вещи, не имеет отношения к бытию. Оно не имеет. Вот их встреча не даст, не придаст вот этой вещи, бытия вещи. Вот это, что происходит. А место, это и есть бытия. Что значит, что-то имеет место. Это значит, что ему позволено быть. Вот о чем речь. Да, но я... Можно, Айка? Я же не так вам сказал, что у места нет места. Это же парадокс, в чем состоит? Что для того, чтобы была вещь, надо, чтобы сначала было место. И наоборот, у вас получается, для того, чтобы было место, нужно, чтобы была вещь. То есть здесь, на самом деле, есть некое замкнутое, логически крупное, одно через то же самое. Просто вещи, это некоторого рода такой феномен простой, который невозможно никак определять и устраивать из чего-то другого. Это такой же феномен, как, например, счет. Можно сколько угодно обсуждать, как возникает счет, но это простейший феномен. То, что он просто есть, это для нас я, и все. Благо. Мы должны отличить вещь от невещи. Есть невещи. А что такое невещи? Есть невещи. Сам факт, задумайтесь, что если бы была по противоположность вещь, она бы называлась по-другому. А если мы говорим «не вещь», это что-то, что не есть. Есть качество. Это вещь? Качество не вещь. Не вещь. А понятие? Понятие? Понятие. Понятие не вещь. Дифференцируемые функции, допустим. Понятие не вещь. Тоже не вещь. Но тем не менее, вещи как бы ничего противоположного. образовались так же, как твоя жизнь. Понятие, потому что надо следовать миру, не противоположные, а иные мысли. Так вот они противоположные. Если ты следуешь миру, если ты миру следуешь, если ты свои мысли следуешь, то там у тебя действительно дениалоги бывают. А теперь самое главное возражение на чем состоит? Чтобы место было, надо, чтобы был я, который... Нет, но это за скобками стоит. это, хотя бы за скобками стоит, потому что у места нет места, это означает, что все уходит в бесконечную относительность. Сначала я должен своим присутствием сделать это место. То есть, место возникает, вообще-то говоря, только благодаря тому, что я его делаю местом. Вещь есть. И поэтому место, по сути, это просто присутствие, а не место в том, как вы говорите, про какого-то пространственного места. Пространственное место возникает потом, когда я уже в своем присутствии как бы разделю, что вот... Присутствия же присутствует. Что такое присутствие? Это вот развернутость передо мной, как говорят, предмет, да, как или там, Гегенштанд, как противоположно. Вот присутствие, это то, что вот передо мной, а я мы есть она еще не место но она уже от меня отлично она сразу задает это сильно другая традиция мыслей я понимаю и где во первых концам егерь высказывает эту традицию пусть он защищается меня нет у него совершенно противоположная история вот смотри я которая сначала должно обжить место а потом только это даст основание для вещи и это копии дистанциализм нет я не об этом я сказал следующее но что вы говорите все как у вас какое-то есть место какие-то свойства там типа ушей там за которые зайдут руки что до этого существовало огромное это огромное количество опосредований которые достигла этого и причем таких опостренника коллега михалыча сказать а таких просякопосредований что сначала это место я должен сделать место обжить без числе сейчас Социализм – обжить! Нет, дело не обжить, вы не поняли. Matchable, пространство, вот пространство устают, в kanafer it reads dot-that-that will lower you Как оказать точку в пространстве? Конечно, поставить координаты, систему координат? Нет, не бывает такого – пространство возникает вместе с вещами Хорошо, пространство возникает вместе с вещами Я хочу сказать, что в пространстве возникает только тогда Caaborado colored. Ну, естественно, да. Точка отсчёта – это всё, как теперь есть про Jos lebens. Когда точка отсчёта, есть тот и тот для . Но, в такое есть такой точка отсчёта, есть тот, кто для . Так вот у меня вопрос или некоторое сомнение вот насчет самого этого концепта конструирования, создания вещей через свойства. То есть как бы мы различать... Через качество, а не через свойства, а через качество. Ну, через качество. А чем качество, не через свойства. Свойства, они уже... Смотрите, Лиза, можно я маленькую реплику? Ну, скажите, хорошо, просто я забыл. Да, вот, как тот метод, очень сомнительно пока все представляется, но посмотрим, что из этого выйдет, да? А противоположность этому просто нужно с чем-то сопоставлять, верно? Существует, так сказать, вот концепт, который был называют классическим, и которого я придерживаюсь, и в русле которого и было написано, вот то, что я прочитал, когда вещь представляется как некое целое, а понятие целое или категория целого, это более-менее четкая и совершенно ясная категория. Вещь – это нечто целое. Да. Вещь – это то, что нечто целое, да? И поэтому вот мы говорим о двух формах восприятия вещей. О восприятии вещи как целого и об означении, да, вещей. И означивание вещей – это означает выделение в них свойств. Но для того, чтобы появились вот эти знаки, должны быть сами вещи. Чтобы появилась логическая мысль, вот эта, да, логика, должны быть символы. То есть вот в чем у меня сомнения в том, что вот в классической парадигме, да, вот как-то это все, логика прослеживается, символы, знаки, да, а здесь как-то все вырастает без знаков, без знаков. Тут немножко по-другому. Не вырастает, здесь совсем обходится без знаков. Вот в чем дело. Ну как это? Вот эти качества – это без знаков. Смотрите, когда нет все-таки. Мне кажется, язык-то правдивее, как всегда. Так вот знак – значение. Знак появляется когда? Это уже рефлексивный, не следующий акт. Роза – символ любви. Роза – символ любви. Восприятие у меня как входит здесь. Конечно, символ страдания, спасения. Вот это символ. Вот тогда это и получается значение такое. Нет, солености. А вот значение вашей административности – это значение. А знак, когда я уже это напишу снова. Нет, вот такие ребята были. По-моему, у тебя вообще никакой работы о значении нет. Никакой, никакой. У тебя вот эти качества вступают во внутреннюю работу сами по себе. Да, да. Они в вещи работают и образуют ее целостность. Да, да. За счет своего взаимодействия. А ты уже потом, конечно, встречаешься с целостностью, но пытаясь понять, как она возникла, ты говоришь, что в основании лежала не вещь, как нечто субстанциональное, к которому прилепили разные качества, как свойства. Нет. В основании лежало столкновение этих качеств. Да, двух, да. Только я бы не говорил целое, потому что целое здесь не пишет. Но я бы тоже не говорил. Я бы говорил одно. Но я бы тоже не говорил целое. Одно – это да. Потому что целое подразумевает части. Нам нет необходимости думать. А целое оно или частями, или целые элементы – это вот нечто одно. Ну, просто на самом деле тут еще такая проблема. Допустим, вот мы как определяем, что есть вещь? Для нас есть нечто прозрачное, да, там, воздух, да, и как бы возникает в нашем взаимодействии нечто плотное. И это наш способ как бы определения, мы как бы, как бы, ощупываем, осматриваем, да. Воздух как бы не видим, да, мы видим только то, что в этом воздухе это находится, да. И называем вот эту вот находящуюся в нем вещь, потому что она имеет четкие границы, да, между вот как бы фоном, да, и самой вещью. А вот предположите себе существо, для которого на самом деле таким воздухом является наши твердые тела, допустим, да. Он сходит сквозь стены, там, ну, совершенно не замечает материально. Так у него не будет этих вещей, для него это все тоже будет простым воздухом. И что? Это просто означает, что вещь на самом деле, вещь это не является местом. Потому что место будет, но для него, для него оно будет пустым. Нет, было. Но вот там другое место, в этом твердом будет другое, более твердое, скажем, место. Это понятно. И пустое, но в любом случае всегда место. То есть если ты не различаешь место, вот все твердое для тебя, и ты хочешь. Там и нет вещей. Но если ты различил вещь, то ты, значит, однозначно различил место. Правильно. Я просто к чему перейду? Я хочу сказать, что понятие места зависит только от присутствия. Только присутствие задает место. Не будет присутствия, никаких мест не будет. Так это само собой разумеется, что... Нет, нет, почему? Это не само собой разумеется, потому что у Игоря, у Игоря эти качества вступали в самостоятельство. Конечно, они просто логически взяли как уши, уши у этого... Они как бы с нами образовали вещь, без участия Игоря. Вот что он хотел. Да, без моего обжития пространства местного. Нет, но безусловно, вот это все, что рассказывал Игорь, это феноменологическая позиция, поэтому присутствие тут как бы подразумевается, естественно. Нет, ну он не согласен с этим. Вот Игорь с этим не согласен. Что ты? Нет, кто-то различает. Я еще раз говорю, что... Оно существует... Присутствие, оно как вот система координат, да, оно вбивает и создает и место, и пространство, и все создает, да? Но на самом деле надо показать, каким образом место становится вещью, если это так. Понимаешь, а не получается ли так, что в самом деле присутствие сразу вещь создает, без всякого места, и при том, потом берет эту вещь и кладет в место, которое отдельно от вещей. Есть и место, и вещь. Ну вот не так. Ну вот не так. Главное, что интересно, что... Может быть такая ситуация, да, что вот как бы опознав нечто как сахар, да, который должен был бы быть с столкновением и взаимодействием качеств, как сладость, квадратность и так далее, мы думаем, о, что ж такой не сладкий сахар? Соль оказался. Нет. Мы все равно еще воспринимаем его как сахар и будем относиться к нему, как сахару, и мы пойдем ругаться в магазин, вот, и требовать вернуть... Верните мне деньги, вы мне продали не сладкий сахар. Понимаешь, как это возможно? Ну это кому как? А некоторые говорят, что мне продали соль вместо сахара. А самое интересное, что вот это вот присутствие, которое я пытаюсь как бы описать, да, у него ведь всего лишь только одно место. Это передо мной. Да вот есть некое место, да, вот куда может войти любая вещь, любой человек, все что угодно, но оно одно. Вот оно одно входит как бы, и тогда я признаю, вот это вещь. А может не войти, могут быть многообразные различия вокруг меня, но для меня их не будет существовать. Махловый экзистенциализм. Да дело даже не в этом, а просто состоит в том, что у тебя никакой феноменологии нет. Я просто зашел с другой стороны. Это просто чистая логика, это схоластика, которая говорит, что есть вещи, есть свойства, и давайте будем варьировать. Да, я тоже считаю. Ну все иначе, да. Но у тебя не феноменология, естественно, потому что ты стараешься построить объективный идеализм. Правильно ведь? Ну, я слышал парня такого, который говорил объективным с объективным, не помню. Я не помню. Макс Туленгис Туленгис, я не помню. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вот эти два подхода, да, они на самом деле реализуются. Просто первый классический подход, он более-менее, ну, что называется, для объективной реальности, да. Тем не менее, в нашем сознании происходит постоянное производство символов, да. А символы могут возникать только из знаков. Я вообще не знаю, что такое символы, я бы никогда не знал. Нет, и поэтому вот это производство вещей, а символы – это вещи, да. Алая роза символа. Белая роза символа печали, алая роза символа любви. Вы слушали символов и знаков, это тоже вполне реальный процесс. То есть они как бы дополнительные. Но все-таки знак – это не вещь. Так как знак – это не вещь. А чем символ от знака отличается? На вещи может быть символ от знака. Со знаками мы когда вот с их бесконечной формы, да, и есть форма значения, значения. Вот любая вещь – это символ, можно сказать, да. Просто почему вот говорят не вещь, а символ, потому что вот у данной вещи есть некое выделенное значение. То есть оно уже символический смысл. Вот у этого дивана, если там какой-то дедушка сидел на нем, да, вот для родственников имел бы символический смысл какой-то это диван. Выделенное значение в этой вещи. То есть это по договоренности, естественно. Символ – это вещь. А знак – это свойство вещи. Нет. Любой знак – это свойство вещи. Нигде, нигде, это хорошо. Ну что, все? Спасибо. Ну что, значит, нет. Ну, в России не так это. Ну, как-то не так. Ну, в языке даже, что символ – это одно, а вещь – это другое, а знак – это третье. Так я бы не говорил, что это разные вещи. Символ – это вещь, а знак – это не вещь. Это вот тоже дифференцируемые неприемные функции. Тоже понятие. А не понятие – это не вещь. Понятие – не вещь. Понятие? Да. Понятие может быть символом, а понятие может быть знаком. Кто-то что-то говорит, а вдруг… Нет. А потом выясняется, что понятие – это не вещь. Я когда-то говорил, что понятие – это вещь. Символ – это не понятие. Да. Символ – это непонятие. Символ – это образ, если хотите. Слово – это символ. В качестве динатата своего, в виде понятия. Последний вопрос. Аристосий отличал вещи от сущих. Различие состояло в том, что вещи – это форма, которую мы навязали к чему-либо материалу, а сущие – это та форма, которую оно само приняло. Допустим, животное само имеет какую-то форму, и оно просто сущие, природное. Поэтому отписывается понятие «фюсис». А «вещи» – это, например, мы сделали стол. Это не стол, это не природное. Здесь такого разочинения нет. Вещи есть несколько смыслов. Как? Здесь такого разочинения нет. Я не закончил. Дело в том, что этот «фюсис», естественные и сущие, они не вещи. Вот в чем главное. Получается, что в твоем месте ты за два уха потянул, на самом деле вытянул зайца и не увидел. Он же не вещь. Понимаешь? Он естественные и сущие. Вещь – это только то, что произведено искусственно. Ну хорошо, но у нас не так. У нас не так. У нас когда мы… То есть бытовое понимание вещи, именно действительно я сделал вещь… Нет, это не бытовое. Это у Аристотеля существует… Понятно. У нас сейчас есть бытовое понятие вещи. Ну действительно, собака – не вещь, а стол – это вещь. И Аристотель появился им. Нет, нет. Но с философской точки зрения, как нечто определенное в пространстве, это такое вещь. Это такое вещь. У меня ушами. Еще раз, я вам объясню. В чем различие? В том, что естественные вещи, у них есть естественные стремления, они как бы… Ну там где естественные вещи, а не естественные вещи. Такого стремления нет. Да, все правильно.